Там не маркировка даже появилась, все появилось. Вот так вот должно быть изначально. Как говорится, кто говорит, что не исправится? Исправят, только надо очень сильно попросить. Владимир, ну что, как решили вопрос-то? С просрочкой, Владимир. Решили вопрос? Что вы мне не звоните-то? Все решили? А зачем такую партизанщину устроили? Зачем ночью звонили мне? Вечером понятно, а потом вы еще звонили. Пообщаться ночью? А зачем? Давайте пообщаемся, я уже здесь. Некогда. А чего так? Ну вы просрочку-то вернули, нет? В магазин нагнет в Первомайке. Владимир, что вы убегаете-то? Что, стыдно что ли стало? Здравствуйте, денежку пришли у вас забрать нашу, за некачественный товар проданный. А вам не сделали возврат в воскресенье, когда вы были? Нам один делали возврат, но мы-то у вас два раза были. Вот такой, шоколадный, в тургольности до 2-го 12-го. Ага. На 2 лишних месяцев просрочек. Я поняла. Светлана, а что ваш муж мне названивает? Еще раз? Муж ваш названивает мне зачем? Муж? Да. Я вот еще не говорил. Не говорил? Ладно. Представляете, звонит мне, притворяется моим потенциальным клиентом, говорит, что пострадал, купил детскую просрочку, в магазине «Магнит», в Первомайке. А вы думаете, что это он? Конечно, конечно. Ну, я же, как бы, человек не глупый. Ну, точно. Знаете, что интересно? Он мне ночью звонил. Ночью, когда я спал. Странно у меня. Ну, очень странно. Это он был. Он что-то признался? Он, во-первых, признался, во-вторых, понимаете, по номеру телефона человека легко найти, вычислите все остальное. Он не ставил бы известность по-другому, я понятия не знаю. Понятно, что он бывший сотрудник полиции. Знать, плохой был бы сотрудник полиции, раз не знает элементарных вещей. Как человека можно пробить элементарно по номеру? Плохой, хороший, да? Ну, как по личности здесь же нет. Ну, я считаю, что это неправильно звонить незнакомому человеку ночью. Почему вы с меня спрашиваете то, что сделал другой взрослый человек? Я вам говорю, я не просто говорю. Семья, это, как говорится, муция, жена одна, сатана. Вот сейчас, если бы вы мне не сказали, я бы звонил. Ну, вот, сделайте его мне, нагоняй. Посмотрели видео с вашим участием? Нет. Да ладно. Нет, не рассказали. Да, рассказали. Там разница, даже если будет 23 рублей, а вам давайте слегка вернуть 200 рублей, чтобы время не дать. 2. 2? Хорошо. Все, да? 4 с чем-то было. 4 с чем-то, он я никогда не стоил больше. Нет, да, 208. За 2, да? Все лежит, упакованная, маркировочка, все четко. Нет, сменяюсь для покупателей. Так вот вчера мы были в магазине, а какой там адрес? Пятерочка, то же самое. Калинин. Калинин. Аж до драки дошло практически. Тоже посмотрите это ролик, там вашего участия нету, посмотрите. Нет, нет, я... Это-то спортивный бетон. Че, лучше, да? Пришел, это-то, рекетировать магазин, нет? Да смотри, вы аккуратнее. То есть, я себе даду деньги, потом скажут, а что за деньги? И поэтому нужно фиксировать все, что эти деньги за просроченные продукты. Владимир, видишь, как прибежал, испугался. Ну, с одной стороны, я его жалко, но в другой момент надо думать, что делаешь. Нет, он уже признался, что звание, правильно, признался. Какие проблемы? Появился. Владимир, а вы в какой должности работали, в сотрудниках полиции? Вы что, не знали, что по номеру телефона легко узнать о человеке все, всю информацию? А, Владимир? А вы в курсе про того человека, Роман, который зовут, Савельев, раньше, сейчас он у меня другая фамилия, вчера пытался с нами драку устроить? А? Без понятия, о ком вы говорите. А он у вас в друзьях? Совпадение? Возможно. Возможно. Ну, вот я просто констатирую факт, что вчера в пятерочке в магазине данный гражданин, который у вас в друзьях, пытался спровоцировать драку. И ваши попытки обо мне узнать информацию, где я нахожусь и тому подобное, тоже вызывает сомнения. Да перестаньте вы на детский сад, ребята. Ну, как детский сад? Человек звонит, чтобы узнать, где я нахожусь. Потом его друзья почему-то пытаются спровоцировать драку в магазине. А, Владимир? Примитивно вы работаете. Поэтому вас, наверное, поперли из органов, да? Не справлялись со своими обязанностями? Владимир? Все понятно. Роме-то привет передашь? Да там, Роме к бывшему Савельеву, который взял женскую фамилию. Роми-то перестан. Что, тебе ромки им, да? Да. Ладно, поехали.